Продукт-менеджер? Это тот, который продукты, что ли, раскладывает в магазине? Или продает? Да-да, именно так реагируют люди, когда я им говорю о своей профессии. Но реально, у них сразу всплывает какой-то ассоциативный ряд. Менеджер — это что, тот человек, который продает в магазине что-то, на кассе сидит, или вот продукты, да, вот, нечто съедобное он там раскладывает. Вот, кто-то сразу представляет, что это офис, колл-центр, там холодные звонки, вот это все. Кто-то представляет, что это там какие-то закупки. Даже много людей не понимает, что менеджер — это не только тот, кто там непосредственно с клиентом работает. Менеджер — это тот, кто может управлять, да. Есть даже топ-менеджер, вот. Вот, то есть менеджер — это человек, который занимается управлением. Вот, но люди почему-то в основном вкладывают, что это некий человек, почему-то какой-то низкой квалификации, да, то есть какое-то предвзятое отношение. Соответственно, когда ты говоришь, что ты продукт-менеджер, некоторые люди там начинают, типа, чувак, ну ты же учился, как-то там работал так долго, и ты менеджер, что? То есть люди не понимают, что это за профессия, да, всплывают какие-то стереотипы, шаблоны, вот. То есть в обществе нет понимания, что такое IT-продукт-менеджер. Ну ладно, там, это новая профессия, да, бум начался года четыре только назад, вот. То есть люди, общество еще не привыкло к этому. С этим ясно, да, окей. Вот. Но IT-компании, блин, такая же история. Я работал, у меня несколько раз было в разных компаниях, что подходили сотрудники и спрашивали, Вов, а чем ты занимаешься? Что это за должность такая? То есть люди даже в IT-компаниях не понимают. И вот наша задача как продукт-менеджеров грамотно излагать это. То есть надо доносить всем сотрудникам компании, кто такой продукт-менеджер, какие у него цели, что он может, что не может. И главное, что он может повлиять на все процессы, на всех сотрудников компании в рамках своего сервиса, да, в рамках своего поля деятельности, скопа. Вот. Это очень важно. Потому что бывает, что ты приходишь там к какому-то сотруднику, и он не понимает, почему ты лезешь в его дела, да. То есть он должен понимать, что ты пользуешься его инструментом, или он там продает твой инструмент, да, и ты можешь повлиять на его работу. То есть все должны понимать, кто такой продукт-менеджер внутри компании. Это обязательно условие. Самый, кстати, простой способ донести до людей, кто такой продукт-менеджер и какая его ценность, это вернуться в 90-е, вернуть своего слушателя в 90-х, и напомнить ему, что в 90-х годах, когда развалился Советский Союз, по стране образовались тысячи заводов, которые производят продукцию, у которых есть процессы, у которых есть сотрудники, есть директора, но при этом эти заводы оказались абсолютно беспомощными, потому что раньше они работали на госзаказ. То есть им приходило задание там сделать тысячи деталек, они делали и все были довольными, да, а теперь они существуют уже на открытом рынке. То есть выяснилось, что заводы не понимают, кто пользуется этими детальками. Заводы не понимают, какие боли они устраняют этими детальками. Заводы не понимают, качественны ли их детальки, да, с точки зрения пользователя. Заводы не понимают, как продать, за сколько продать. Ведь раньше они не занимались продажами, они не думали о ценах. А теперь им нужно понимать, как устроен рынок, какова цена, какие есть конкуренты, что цена и ценность это разные вещи. У них этого не было понимания. То есть они оказались с процессами, с детальками, но при этом у них не было сбыта. И они все обанкротились. И если бы был продукт-менеджер, он бы связал вот это производство с рынком, он бы нашел где, как, почем продать. Он бы вмешался в процессы на заводе, улучшил бы их, улучшил качество деталей, что можно было продавать дороже, чтобы клиент был более удовлетворен. И мне кажется даже, что там говорят, бандиты прибрали к рукам, они все загубили. Мне кажется, что продукт-менеджер бы договорился с бандитами, потому что это было бы взаимовыгодно. То есть это самый такой простой пример донести человеку, кто такой продукт-менеджер. То есть это человек, который делает из воздуха деньги. Не совсем так. То есть он исследует потребности клиентов. Если их нет, то создает. Это очень сложно, но можно. Мы видели сотни примеров тому. Он следит, чтобы клиент был с продуктом в хорошем контакте, в близком. Он делает так, чтобы продукт создавался, чтобы он создавался так, как нужно. И срок, чтобы продукт был известен на рынке.